Привет. Многие из нас мечтали стать звездами интернета. Однако этот приятель даже и мечтать о таком не мог. Он и про существование интернета до недавних пор не подозревал. Все потому, что после возвращения с Вьетнамской войны жизнь Фрэнка буквально остановилась на несколько десятилетий. Но скоро все круто поменяется. Фрэнк вырос в самой обычной семье, все детство помогая маме и папе на ферме в Калифорнии. Но скромная жизнь его не расстраивала. Напротив, он научился радоваться простым житейским вещам. Например, своим отношением с девушкой Линдси, на которой мечтал жениться. Увы, планы молодой пары прервала Вьетнамская война. Фрэнк обещал вернуться с войны как можно скорее, однако его пребывание на фронте немного затянулось. Парень провел на чужой земле семь лет, целый год из которых в плену врага. Его пытали и допрашивали, но он умудрился все-таки оказаться на свободе. А через какое-то время Фрэнку пришлось вернуться на родину из-за ранения. Выйдя из больницы, Фрэнк, сломя голову, побежал к дому возлюбленной. Однако там его ждал сюрприз. Мама, я хочу есть. Мама, приготовишь завтрак? Фрэнк понял, что раз в личной жизни счастье в ближайшее время можно не ждать, то можно хотя бы построить карьеру. Сперва он отправился в полицейскую академию, куда надеялся попасть из-за боевого опыта, но ему отказали из-за его серьезного ранения. Так парень не ходил по собеседованиям, где ему выдавали отказ за отказом из-за отсутствия высшего образования. В итоге бедняге Фрэнку пришлось выкручиваться самому. Он начал продавать хот-доги на улице. И сам не заметил, как прошло 40 лет. Но однажды все меняется. В тот день Фрэнк едет привычным маршрутом на автобусе, в который заходят два скинхеда. Они начинают донимать темнокожего пассажира, требуя освободить для них место. Тот отказывается. Тогда скинхеды собираются как следует отделать старика, но в дело вмешивается Фрэнк. Сначала он хочет просто припугнуть парней и говорит, что драться с ними не собирается. Но те как будто сами напрашиваются на взбучку. Пассажиры автобуса рукоплещут Фрэнку, но он еще не знает, что кто-то из них снял всю сцену на видео. Ролик становится вирусным, а Фрэнку дают прозвище «Крутой чувак». Его лицо рисуют на стенах и печатают на футболках. Копы подвозят Фрэнка до дома как лучшего друга, а журналисты наперебой берут у него интервью. А самое главное, как же сильно им гордится мама. Но эйфория длится недолго. Вскоре мама Фрэнка умирает и оставляет ему в наследство большой дом и любимую собаку. Теперь в жизни Фрэнка остается один единственный близкий человек. Лучший друг Клондайк. Тоже ветеран войны. Клондайк помогает Фрэнку обустроиться в новом жилище. Они обсуждают военное прошлое, и Клондайк со слезами на глазах благодарит друга за то, что давным-давно он спас ему жизнь на поле боя. Мужчины мечтают, что теперь жизнь наконец пойдет в гору, раз Фрэнк вдруг стал местной знаменитостью. Потом Клондайк просит друга положить в сейф таинственную флешку, устройство, которое старомодный Фрэнк впервые видит, и уходит за сигаретами. Выходя из магазина, Клондайк сталкивается с двумя головорезами на машине. Те требуют отдать флешку, и когда Клондайк притворяется дурачком, приставляют к его голове оружие. Тогда мужик сбивает обидчиков с ног и уже собирается уходить, но... Позже Фрэнка вызывают на опознание. Он просит полицейских сделать все, что в их силах, чтобы поймать убийц лучшего друга, а сам идет за выпивкой. Около дома Фрэнка встречает соседка. Она сочувствует его потере и говорит, что недавно ее брата убили почти в том же месте, что и Клондайка. Женщина жалуется, что местная полиция ничего не делает для раскрытия подобных преступлений, и чуть позже Фрэнк высказывает все это знакомому копу. Тот обещает, что полиция сделает все возможное. Однако чуть позже Фрэнк смотрит телевизор и видит, что в их городе недавно убили белого парня, а убийцу тут же задержали. На следующий день мужчина идет в отделение полиции и возмущается по поводу отсутствия продвижения в деле. Ему снова говорят, что офицеры днями и ночами якобы только и заняты работой. Фрэнк окончательно понимает, что помощи от полиции можно не ждать, и сам отправляется на место преступления. Там он находит три улики – стрелянную патронную гильзу, цепочку и ожерелье с фоткой девушки. Следом Фрэнк отправляется в единственный в городе оружейный магазин, чтобы узнать, из какого оружия был выпущен патрон. Местный консультант говорит, что такие снаряды используются только в особом оружии для военных и специальных агентов, и у него в ассортименте таких нет. Зато продавец узнает девушку с найденного ожерелья и говорит, что она – жена какого-то черного парня Терренса, который живет в нескольких кварталах отсюда. Консультант дает Фрэнку указание, как дойти до его дома. Дверь Фрэнку открывает измученная девушка с ребенком. Из их разговора Фрэнк понимает, что Терренс уже давно не возвращался домой к жене и троим детям, и она не видела мужа много недель. Напоследок девушка говорит, что ее подруги недавно заметили Терренса на баскетбольной площадке и просит Фрэнка передать ему пару ласковых от нее. Фрэнк едет на площадку и спрашивает у местных, где можно найти Терренса. Те отказываются что-то ему рассказывать. Тогда в ход идет фирменный удар крутого чувака. Тон дружков Терренса меняется. Они дают координаты некоего Ренальда, который может располагать информацией. По адресу Фрэнк находит какого-то странного парня в костюме святого отца. Оказывается, что это сосед Ренальдо, который принял Фрэнка за вора. Узнав правду, он рассказывает, в каком баре прохлаждается Ренальдо каждое утро. Вечером Фрэнк становится свидетелем неприятной сцены. Его соседи, молодая пара, громко ссорятся у порога. Мужчина уезжает, а его жена Эмбер остается одна с сыном Мартином. Фрэнк зовет девушку к себе, чтобы промыть оставленную буйным супругом рану на ее лице. Втроем они мило болтают и приятно проводят время. Может, как-нибудь и вас угощу. Я буду рад. Следующим утром Фрэнк идет искать Ренальдо в бар. Ребята на первом этаже его узнают и всем видом показывают, что не рады визиту. Тогда Фрэнку снова приходится проявить свои бойцовские качества и, наконец, добиться пропуска на второй этаж, где сидит Ренальдо. На вопрос о Терренсе тот тут же достает нож и говорит, что ничего не собирается рассказывать. Но когда крутой чувак высовывает Ренальдо головой на улицу, тот быстро сдается. Он говорит, что Терренс встречался с некой девушкой, которая делает массаж в салоне неподалеку. Довольный, Фрэнк уходит. По дороге домой мужика останавливает его товарищ Коп. Он говорит, что о разборках Фрэнка уже поползли слухи по всему городу. Более того, начальник едва не выписал ордер на его арест. И остановить его офицеру удалось лишь в последний момент. Фрэнк отвечает, что не может просто молча сидеть и смотреть, как коллеги Копа просиживают штаны в отделении и ничего не делают по делу о смерти его лучшего друга. В ответ офицер сетует, что это не работа Фрэнка, и в таком случае помогать ему он больше не станет. Фрэнк заходит домой и видит, что все вокруг перевернуто с ног на голову. Он не успевает осмотреться, как чувствует, что какой-то громила сгребает его в охапку со спины. Незнакомец требует немедленно отдать флешку, но Фрэнк притворяется, что не знает, о чем речь, и выбрасывает непрошенного гостя из окна. Следом Фрэнк идет к соседу Мартину и просит его посмотреть содержимое флешки, переданное ему клондайком. На ней оказывается карта города, какие-то разрешения на строительство и контакты. Фрэнк не понимает, какое отношение к этому может иметь его друг и цепляется за странную кличку Пантера. Позже Фрэнк едет в салон азиатского массажа, о котором ему рассказал Ренальдо, и записывается к мастеру Татьяне. Та удивлена, почему он запросил сеанс именно у нее, а когда Фрэнк говорит, что ищет Терренса, девушка пугается. После окончания рабочей смены Фрэнк идет за Татьяной прямо до ее дома. Но в тот момент, когда он пытается пролезть внутрь через окно, его засекает сосед. Тот не верит в сказки Фрэнка про то, что он парень Татьяны и требует подойти поближе. А когда он узнает в незнакомце крутого чувака из телека, то сразу меняется в лице. Он не только отпускает Фрэнка, но еще и напоминает ему, что его девушка вообще-то не закрывает заднюю дверь. Фрэнк поднимается на второй этаж и застает Татьяну и Терренса в постели. Парень пытается выстрелить в незнакомца, но Фрэнк быстро припирает его к стенке и ведет на кухню. Там он сует руку Терренса в измельчитель отходов и требует рассказать, кто и за что убил Клондайка. Терренс орет от боли и быстро сдается. Он говорит, что Клондайка убил его напарник Себастьян, и они оба просто делали то, что им приказали. Сначала Терренс отказывается говорить, кто именно раздает приказы. Но после очередной пытки измельчителем все-таки выдает имя Пантеры и место, где он прячется. Между прочим, твоя жена просила тебе сказать, пошел к черту. По возвращении домой Фрэнк снова замечает, что соседская пара ругается. Только на этот раз мужчина ведет себя еще агрессивнее, чем раньше. Фрэнк вмешивается и просит его оставить Эмбер в покое. Когда муж начинает подозревать жену в измене с соседом, Фрэнк в два счета скручивает его и отправляет в Азвояси. Счастливая Эмбер бросается в объятия Фрэнка и говорит, что он выглядит уставшим. Она предлагает ему немного поспать, а потом прийти к ней на ужин. Тем более, что сын Мартин уйдет к другу с ночевкой. Но Фрэнку, конечно, не до сна. Взволнованный он долго готовится к ужину, надевает свой лучший костюм и покупает цветы. Эмбер очарована его новым образом, и они мило ужинают в благоухающем саду. Фрэнк в восторге от домашней еды, и девушка говорит, что ей очень приятно наконец готовить для того, кто это ценит. Она признается Фрэнку, что когда выходила замуж, ее супруг был совсем другим, а теперь безвозвратно изменился. Позже они сидят на веранде и болтают, но когда наконец настает долгожданный момент поцелуя... Привет, недомерки! Выясняется, что друга Мартина наказали, и ночевка отменилась. Но Фрэнк и Эмбер не расстраиваются. Они отлично проводят время втроем, а под конец вечера Фрэнк предлагает им переночевать у него, пока у них дома сломана входная дверь. Настает большой день для крутого чувака. Сначала он идет к своему товарищу Копу, чтобы вручить ему флешку. Мужик говорит, что внутри интересная информация, из-за которой убили Клондайка, а также просит приятеля позаботиться о собаке, если с ним что-то случится. Потом Фрэнк отправляется в церковь и исповедуется священнику, потому что собирается совершить большой грех. И наконец вечером Фрэнк идет на склад, местоположение которого ему раскрыл Терренс. Сначала его не хотят пускать, но когда криминальный авторитет Пантера слышит знакомый голос, то сам выходит из тени. Но не разевай рот на то, что тебе не по зубам. Фрэнк обвиняет Пантеру в том, что тот убил его лучшего друга. Мафиози отвечает, что он всего лишь наказал Клондайка за кражу очень важной для него вещи. Он требует от Фрэнка флешку, и когда тот снова притворяется, что ничего о ней не знает, скручивает и усаживает его на электрический стул. Но Фрэнка уже не напугать пытками. Много лет назад он не раз проходил через это, поэтому держится до последнего и ничего не выдает. Тогда Пантера теряет терпение, уходит и приказывает своим подчиненным продолжить начатое. Мафиози каким-то образом догадывается, что дома Фрэнка ждет подружка, и теперь собирается наведаться к ней. Но он еще не знает, что в голове Фрэнка уже созрел план, а в кармане у него завалялся коробок спичек. Раздается взрыв, и Фрэнк выпутывается из оков. Он хватает Пантеру, который остался без тачки, и борется с ним в рукопашную. Но мафиози удается ранить его найденным на полу оружием и убежать. Неподалеку от склада Пантера останавливает автобус, выгоняет из кабины водителя и уезжает. Фрэнк видит это и тоже садится на автобус, который другой водитель отдает добровольно, потому что узнал крутого чувака. Едва не попав в аварию, Фрэнк садится на хвост Пантере, но тому удается оторваться. Мафиози решает устроить провокацию. Он едет прямо в лоб противнику, и в самый последний момент Фрэнк не выдерживает и все-таки сворачивает. Его автобус переворачивается. Пантера, в свою очередь, врезается прямо в идущий впереди поезд. Но чудесным образом оба выживают. Мафиози бежит, а Фрэнк ковыляет за ним. По пути ему встречаются те самые скинхеды, из-за которых он стал знаменитым. Они ненавидят мужика за то, что из-за него стали посмешищем, и мечтают отомстить и снять новый ролик. Но получается не очень. Пантера тем временем уже заходит в дом и встречает Эмбер, вооруженный ножом. Но он не успевает даже притронуться к ней, потому что на пороге появляется Фрэнк и впечатывает преступника в стену. Они оказываются на улице, и Фрэнк падает на землю. Еще немного, и Пантера изобьет его до полусмерти. Но на спину мафиози вдруг прыгает Эмбер. Она дает возлюбленному время подняться, и Фрэнк окончательно побеждает неприятеля. Соседи рукоплещут ему, а Эмбер просит обработать его раны, как он сделал для нее когда-то. Меня еще никогда не спасала женщина. На следующий день по местному телевидению идет сюжет о том, что крутой чувак вернулся. Только на этот раз он не просто побил каких-то скинхедов, а раскрыл одно из самых больших коррупционных дел в городе, в которое был вовлечен мэр Уильямс и одна из самых опасных банд-организаций в стране. За свой героический поступок Фрэнк получает орден почетного офицера. А живут они теперь втроем с Эмбер и Мартином. Знаете, похоже, наконец-то пришли лучше. Напиши в комментариях, как думаешь, способен ли человек решить такую кучу проблем в одиночку? А еще не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому ролику, чтобы классные пересказы выходили как можно чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова